Добрый день, мы сегодня поговорим о раковинах, которые очень часто отдыхающие видят в Азовском море, собирают на берегу, украшают песочные замки, делают из них надписи. Вот такие большие ракушки, называются миопесчаные, вот эта долго пробыла в море открытая, тут на ней даже новые ракушки наросли. Они бывают разного цвета, большие, маленькие, если раковина желтая, значит там где она росла, в грунте была глина, и она пожелтела, бывают они серые, бывают голубоватые. Но когда их выносят в море, на берег, все думают, что раковина вот такая вот просто обычная, а на самом деле, конечно же, она двойная, и моллюск в ней живет вот в такой вот двойной створочке. Вот эта раковина как раз такая голубоватая, потому что на дне был голубой ил, там где она росла. А вот эта вот раковина, например, белая, двойная, вот на вот этой вот небольшой ракушечке, которая слегка сломана, можно рассмотреть замок, который закрывает и открывает раковину. С одной стороны, одна раковина ровненькая, гладкая, вот без выступа, а с другой стороны, другая раковина, она с вот таким вот, с язычком остреньким, с выступом. Мало кто видел, как действительно выглядит моллюск, который живет в этой раковине. Моллюска зовут Мия, очень красивое такое, прямо женское имя. И поскольку она любит песок, то ее зовут Мия песчаная. Вот мы вам в стеклянном, в стеклянной кастрюльке, в морской водичке. Я, кстати, поймала. Вот сидит у нас вот такая вот Мия песчаная, моллюск. Вот она вот такого цвета. И у нее из длинного конца раковины, там где более длинный, удлиненный кончик, высовывается вот такая вот нога, трубочка. Сейчас, поскольку я ее достала из воды, она немножечко короткая, втянулась. А если она долго полежит в воде, то она может вытянуться почти наполовину длины самой раковины. Такой длинный, длинный, как палец. Вот так вот выглядит моллюск Мия песчаная. Живой моллюск, который мы достали на дне Азовского моря, который живет у нас, размножается и живет очень активно. Когда мы его достаем, он створку не закрывает полностью. Вот я легко держу, но он не закрывает. И шире он ее не открывает. Вот это вот для него удобная позиция. Вот так вот он выглядит. Живет на песчаном дне. Этого моллюска мы нашли где-то на глубине до двух метров. Рядом водоросли небольшие. Сейчас он практически совсем спрятался, но при этом раковина не закрылась. А если он немножечко полежит в спокойном состоянии и его никто трогать не будет, я его опять вложу в водичку, то вот эту ногу, такую, как палец, как толстый пальчик, ну и опять высунет из раковины. Так вот выглядит. Это, конечно, маленькая ракушечка. Не такая большая, как обычно мы можем увидеть на пляже. Огромные раковины для разных поделок. Ну вот зато мы можем увидеть, какая она в жизни, какой живет здесь моллюск. Вот так вот, чтобы видно было весь моллюск. Когда на дне моря остаются пустые большие такие раковины, они очень часто лежат вот в таком положении. А внутри под ними любят селиться маленькие крабики. И если мы поднимаем такую раковину на дне, из-под нее может юркнуть очень быстро шустрый маленький крабик. Ну, а это у нас раковина с хозяином. Точнее, с хозяйкой. Раз ее зовут Мия, мы так думаем, что это женское такое имя. Вот так вот выглядит этот моллюск. Он услышал звук. У него опять эта нога так сжалась. Видите, как она шевелится. А если не будет никаких звуков посторонних, которые его пугают, то можно будет видеть, что нога очень длинная. Вот такая Мия песчаная живет в Азовском море.